Хм, кто же мог согласиться на свидание с тобой, Арни? Это хорошо, Арни, что тебе хватило ума надеть очки, чтобы казаться умнее. Но она же увидит тебя настоящего. Ты собираешься носить чужие очки все время? Хм, так себе идея. Глаз человека с плохим зрением — это как ненастроенная камера, у которой изображение не попадает на матрицу. Линзы очков помогают отправить изображение четко в цель. Надевать очки на здоровые глаза — это все равно, что сбивать настроенную камеру. Вперед навстречу любви! Осторожнее, Арни! В очках ты все равно, что близорукий человек без очков. Придется воспользоваться тональным кремом. Или, может, такое фото поставишь в Тиндере? Сетчатка глаза работает как матрица в камере. Она состоит из 130 миллионов нейронов. Можно сказать, что глаз — это кусочек мозга. 8 граммов мозга снаружи. Если бы глаз был камерой, то в ней было бы 576 мегапикселей. У самых дорогих камер сейчас всего лишь 50. Овощи на свидание? Странный выбор, Арни. Не боишься, что очки испортят твое драгоценное зрение? Есть мнение, что если носить очки на здоровых глазах, то они изменят глазное яблоко и приведут к близорукости или дальнозоркости. Но это миф. Ношение очков не испортит глаза, но есть много других факторов, которые могут привести к полной потере зрения. В таком случае можно использовать донорские части глаза. Например, роговица одного глаза стоит 30 тысяч долларов. Уже настал вечер, Арни. Какие очки? Думаешь, ты так круче выглядишь? А машина откуда? Арнольд, ты что, продал глаза? Когда я говорил, что они драгоценные, я не предлагал их продать. А, продал всего один? Всё равно зря. Два глаза обеспечивают стереоскопическое зрение, то есть трёхмерное. Что ж, лучше тебе оставаться в 2D-измерении.